Детский оздоровительный лагерь «Заря» – один из старейших в регионе. Первый корпус здесь был построен в 1951 году. Отдыхать сюда ежегодно приезжают ребята не только Пензенской области, но и других регионов страны. Этим летом здравница впервые после пандемии заработает на полную мощность. В этом году Роспотребнадзор разрешил нам 100% наполняемости лагеря, чему мы очень рады, конечно. Но, тем не менее, посещение родителей также ограничено. То есть, там только при наличии ковидных, ну вообще, как сказать, там тесты должны быть и тому подобное. Здесь планируют организовать четыре смены длительностью 21 день каждая. За три летних месяца примут 2500 школьников. Первые отдыхающие приедут уже 2 июня. К встрече детей все готово. У нас уже получено санэпидзаключение. Сегодня как раз происходили последние отборы воды, проверка на клещей. Отбор почвы и радиации. Все, сегодняшнюю проверку мы еще результат не знаем, но до этого, до получения санэпидзаключения, мы уже сдавали все эти анализы и было все по норме. В лагере провели окорицидную обработку на прилегающей территории и сделали минеральную полосу по правилам пожарной безопасности. Подготовили в Заре и жилые корпуса. В каждом есть несколько санузлов и душевые. В спальных комнатах тоже созданы комфортные условия. Не проваливаются они? Не спят как-то. Ну, реально матрасы же хорошие. Ну да. Соседняя Белка, куда следом отправились депутаты, с Зарей сильно контрастирует. Все удобства расположены на улице, а в жилых комнатах нет даже дверей. У вас же дома-то все-таки дверь закрыта, спальня, а здесь что? И как это так? Общее. Тогда и стены сломайте. Зачем стены-то не везете? Руководство учреждения объясняет это тем, что на капитальный ремонт нет средств. Целый год из-за пандемии лагерь пустовал и не зарабатывал деньги. Поэтому, чтобы выйти хотя бы на прежний уровень, нужно некоторое время. Однако на качестве отдыха это никак не сказывается. По крайней мере, дети уезжают довольные. Этим летом здесь также планируют провести четыре смены. В каждой смогут отдохнуть 420 ребятишек. Стоимость путевок, как и во всех лагерях, 19,5 тысяч рублей. Из них родители оплачивают около пяти тысяч. По мнению депутатов, несправедливо, что за одни и те же деньги в разных здравницах разные условия пребывания. Ситуацию нужно менять, но это не быстрый процесс. Думаю, наверное, надо и на муниципальном. Это моя опять точка зрения, и на муниципальном, и на региональном, и вплоть до федерального тоже уровня. Именно отрабатывать вот этот механизм, чтобы у нас развивались именно детские лагеря загородные, так как у нас очень большой спрос на них. И люди хотят именно ребятишек своих отправить в лагеря, чтобы они набрались сил и отдохнуть. К тому же, как рассказали в обоих лагерях, учитывая рост цен, организовать достойный отдых за прежние деньги непросто. В первую очередь это касается питания. В прошлом году стоимость путевки за 14 дней составляла 16 300 рублей. Сейчас ее цена выросла всего на три с небольшим тысячи, а время пребывания детей увеличилось на целую неделю. Депутаты взяли на заметку и этот вопрос.